С 1 сентября жители Самары и Самарской области могут получить кэшбэк 20% при пополнении транспортного приложения карты жителя и других транспортных карт через систему быстрых платежей онлайн. Часть от потраченных денег в течение минуты вернется на банковский счет. Кэшбэк будет действовать 4 месяца до 31 декабря, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. МБУ Кировская благоустраивает незакрепленные территории района. Сегодня выполнен покос травы и подбор мусора на улице Алматинской 301 и проспект Металлургов 52. Кроме того, состоялась санитарная обрезка деревьев по адресам Севастопольская 46, территория улиц Краснодонская и проспекта Карла Маркса, улица Товарная 17. Традиционно осенью в Самаре меняется график дачных перевозок, напоминает телеграм-канал Департамента транспорта. С 1 сентября автобусы по дачным маршрутам будут начинать движение на час позже, а завершать на час раньше, нежели летом. При этом дачные перевозки, как и прежде, будут выполняться по средам, пятницам и выходным дням. Новое расписание будет действовать до 30 сентября. В октябре автобусы будут сходить к дачным массивам только по субботам и воскресеньям. Юноши и девушки из Самарской области стали участниками российско-китайского молодежного форума. Он прошел в Саратове и завершился созданием 150-метрового мурала в знак многолетней связи двух стран. Помимо наших ребят, на форум приехали более 300 представителей студенческой молодежи из вузов Приволжского федерального округа и провинций Верхнего и Среднего течения реки Янззы, Китайской Народной Республики, информирует телеграм-канал Красноглинского района.